Строительная компания «Тройка РЭД» и «Сбербанк» провели совместные эксперименты. Следовали жилой комплекс новокрасковый на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья и для граждан старшего поколения. Для этого пришлось искусственно состарить испытуемого. Молодому человеку прибавили 20 лет. Подробности тестирования новостройки в материале моих коллег. Это корсет для фиксации шеи. Немного усложняет подвижность головы. Костюм симуляции возраста ГЕРД. Общий вес 20 килограммов. Состоит из десятков элементов, которые имитируют болезни, наиболее распространенные среди граждан старшего поколения. Данный костюм имитирует частичную потерю слуха, частичную потерю зрения. При этом в костюме есть 6 видов очков, которые имитируют разного вида заболевания, такие как катаракты и прочее. Экипировкой испытуемого занимаются несколько человек. На руки и ноги надевают утяжелители. На локте и колени фиксаторы, чтобы сымитировать болезнь суставов и сделать их менее подвижными. Специальные перчатки сковывают движение пальцев. Если их подключить к прибору, то ладони начинают трясти. Это тремор. Испытуемый с трудом расписывается. В завершении очки, имитирующие заболевание катарактой, и наушники для снижения слуха. Первый на доступность тестирует входную группу. Молодой человек комментирует действия. Видит только зеленый цвет и цифру 14 на указателе. Следующая задача – открыть почтовый ящик. С ней испытуемый справляется лучше. Цифры, несмотря на заболевания, видны. А вот ориентирование в подъезде затруднено. С помощью участников эксперимента находит лифт. Кнопки большие, видны хорошо. Поднимается на третий этаж и спускается. Все ощущения испытуемого, трудности, с которыми он столкнулся, фиксирует представитель компании-застройщика. Из того, что увидели, наверное, что нужно продумывать навигацию. Потому что то, что для нас видно, понятно, очевидно, кнопочки, цифры. Пожилые люди – это какие-то размытые для них образы. Возможно, там слишком маленькие кнопки. То есть вот эти мелкие детали, которые, в принципе, надо где-то укрупнить, где-то сделать чуть ярче, расставить акценты. Группа перемещается на набережную водоема, который находится рядом с комплексом. Спуск обустроен, в том числе для маломобильных и пожилых граждан. Степан Волков находится в костюме более получаса. Ему 39 лет. Говорит, что чувствует себя на 60. Чувствительность в этих очках еще ничего. Но вот когда у меня были очки с катарактой, абсолютно сжимаются все ощущения. И ты чувствуешь, любое препятствие, любое действие для тебя является препятствием. Тестирование продлилось более часа. Информация, полученная в ходе эксперимента, будет использована для повышения удобства строящихся и новых объектов компании «Тройка РЭД» для пожилых граждан. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.